Антон Блинов последний раз был здесь, на плацу Барнаульского призывного пункта, в 2008-м. Тогда он вместе с еще 20 новобранцами готовился отправиться на службу в президентский полк. То есть перед тем, как уехать в Москву служить в Кремле. И я вспоминаю, это был просто ужасный строевой шаг, куда шел, как попало, ноги, руки в разные стороны. Месяц тренировок и солдаты уже маршировали по Красной площади чеканным шагом. Антон Блинов был одним из первых в Алтайском крае, кто отправился служить в Кремль. Принимать наших призывников в президентский полк стали в 2008-м, по ходатайству губернатора Алтайского края Александра Карлина. А появилась элитная войска в 1936 году для того, чтобы охранять первых лиц государства. Но кроме нарядов и караулов, кремлевцам есть еще что вспомнить. Ощущение такое неординарное, что ты служишь, служба проходит, а ты в окошко выглядываешь и слышишь этот бой курантов, и видишь, жизнь кипит в центре города Москвы. Сейчас Антон – сотрудник правоохранительных органов. Как и его тезка Антон Казенных. Он тоже служил в президентском полку. Говорит, мог туда и не попасть, не подходил по росту. А когда призыв подходил к концу, позвонили за военкомата и позвали служить в кремлевский полк. Видел президента Российской Федерации, премьер-министра, ну и многих других лиц. Хорошая строка биографии службы в президентском полку, это в дальнейшем помогает. Требования к призывникам элитного полка строгие. Рост не ниже 175 сантиметров, стрессоустойчивость, идеальное здоровье и безупречная репутация. Предпочтение отдают тем, кто окончил высшее учебное заведение. Всего на службе в Кремле побывали более 300 человек из Алтайского края. Только положительные отзывы о них, никаких отрицательных не было. И в то же время это подтверждается и тем, что родители призывников получают благодарственные письма. Кремлевцы и на гражданке на хорошем счету. Год в президентском полку помогает строить карьеру в правоохранительных органах и государственных учреждениях. Сейчас в элитное войско все больше идут служить по контракту. В этом году из всех призывников Алтайского края в президентский полк вместо 40 человек возьмут только 25. А значит отбор будет еще строже. Ольга Деянова, Юрий Бирюков, Новости.